Дорогие друзья, я смотрю комменты и очень много просят приготовить супы. В частности, несколько комментов было про шурпу. Вот шурпу я сегодня буду готовить. Но, как вы знаете, там и Сталик, и еще много блогеров, и те, кто снимает видеорецепты, показали уже даже узбеки, которые просто так сами по себе выкладывают что-то в YouTube, показали много рецептов шурпы. Поэтому я вам скажу так, я буду готовить шурпу, которая будет немножко вкуснее, чем любая другая. В процессе моего рецепта вы поймете почему. Потому что я делаю акцент на вкус. Которая будет вкуснее, чем у них всех вместе взят. Ну, да, это даже когда заявляться. Огромность наша все, давай погнали. Что я взял для наваривания бульона? Я взял вот такую вот часть барана. Она даже для меня очень удивительная. Потому что я очень редко встречаю, чтобы так разделывали. Здесь шея и первые два ребра. Ну, так как я варю небольшую порцию, поэтому два ребра. Ну, здесь вообще четыре, можно даже пять ребер брать. Это подлопаточная часть. И очень часто на рынке вы же не обращаете на это внимания. Только потом дома думаете, почему у меня часть корейки, которую мне продал на рынке мясник, жесткая, а часть мягкая. Я вам расскажу. Это очень простая штука. Значит, та, что от поясницы шесть ребер, это мягкая, премиальная, она самая дорогая. А то, что идет под лопаткой, там тоже есть корейка. Вот эта часть, это жесткая. Она идет, как правило, на шурпу или на супы. И поэтому я сегодня специально пришел и говорю, мне дайте, пожалуйста, шею и подлопаточную корейку. Та, которая для варки. И поэтому, если, например, в Чехану вы приходите в какой-нибудь и смотрите, что вам подают корейку, вы думаете, ну как же, корейку мы должны жарить, а здесь ее варят. Вот варят под лопаточную, потому что к жарке она никакого отношения не имеет. И шею обычно рубят кольцами, только всегда следите за тем, смотрите, на кости. Шея, кости должны быть, а когда рубят острым топором, крошки нет. Вот, поэтому за этим всегда подсматривайте. У меня вроде крошки нет, вроде здесь все хорошо, ничего нигде не отваливается. Но шея разрублена вдоль. Вот это для меня загадка, как же так получилось. Но неважно. Соответственно, вот здесь вот у меня подлопаточная корейка, здесь шея. Значит, ее надо еще как-то отковырять. Будет, я надеюсь, что я это все отковыряю. Здесь суставчики у нас. Обычно шею отрубают сразу, и потом уже ее, как колбасу, нарубают такими кругляшами. Но тут как-то все это пошло по-другому. Поэтому придется резать, искать суставчик. Это сделать несложно. Ну, просто смотрите, там сильно мясо не рубите. Вот оно. Видите? Оп, вот шея отошла. Здесь у нас два ребра. Два ребра. Соответственно, шея, она с костью, и чаще всего используется для приготовления шурпы. Безусловно, там есть куча вариантов на тему того, что там кто-то из грудинки готовит, кто-то готовит из коленки, кто-то еще из чего-то. Но остается сутью. Должна быть кость в бульоне, потому что тогда бульон вкуснее. И должно быть мясо, потому что ты же не будешь кость голодать, когда тебе в тарелочку это все нальют. Какая хитрая тут схема. Разделки шеи барана. Как это все? Что бы ни происходило, не рубите никогда ножом мясо, потому что ножу кердык. Кердык. Русское слово. Кость. Кости, все, смерть ножу. Если вы понимаете, что вы не можете ножом отрезать, прорезать на эти ход для ножа внутри этих костей, значит, возьмите топор тогда, потому что нож не создан для того, чтобы им рубили. Я, видите, ищу ходы, и аккуратненько, даже несмотря на то, что упираюсь в косточки, я вот их обхожу, видите, и разделяю. Если вы не уверены, что вы сможете это сделать дома, попросите на рынке, чтобы вам все порубили. Две косточки я тоже разделю. Но зато барашек мне, видите, достался. Беленький, беленький. Такой молодой. Да, был один коммент такой. Чувак пишет, пластиковая доска тоже вредна для ножа. Нужно иметь торцевую доску, деревянную. Да, конечно, мне бы хотелось иметь торцевую деревянную доску, но она денег стоит. Это нужно отдельный бюджет закладывать на доску и туда-сюда. Поэтому мне проще подводить ножи. Ну и пластик, это же не стеклопластик, это обычный мягкий пластик, ножи так особо не тупятся. Что, надо было идти на медицинский учиться, блин, быстрее бы разделала баранину. О, все. Схема такая же, как и во всех других бульонах. Мясо. Сюда мясо. Заливаем. Сразу же бросаем сюда лаврушечку. У меня с геленджика привез свежачок, она еще мягенькая, видите? Сушится лежит целая коробка. Так, сюда лаврушку. Значит, поварим немножко, потом выкинем, потому что свежая лаврушка, она такая, более ядерная. Сюда сразу же попка от луковицы. Карамелизуем горелочкой. Или можно обжарить на сухой сковороде. Как хотите, горелка просто гораздо быстрее. Все, мы ее карамелизовали. Видите, темнеет. Сюда бросаем кусок морковки. Кусок морковки. Делаем то же самое. Тоже просто быстрее. Можете на сковородке все сделать. Классический желтый бульон делаем, но только из баранины. Все, с печенными овощами. Овощей много не кладите, потому что там они еще будут впоследствии добавляться. Он в итоге, чтобы не превратился в овощной суп. То есть, смотрите, мяса много, овощей мало. Солфо-солфо. Так. Все варится, сразу же солю. Сразу же, наперекор всем умникам. Сразу солю, для того, чтобы было вкусно. Просто вкусно. С самого начала. Пусть соль вытягивает в бульон мясо. Мясо жирное, с прослойками, оно и так будет мягкое. Что там говорить про химию? Вкусно будет все. Кто не знает, как разделывать перец, показываю раз и навсегда. Сначала срезаем мы вот эту попку. Ее можно чуть больше, чуть меньше срезать, как вам захочется. Потом, хотел сказать, ну, короче, вот это носик. Затем получается у нас вот такая вот штука. Потом мы ножичком раз, аккуратно. И все перепоночки, которые у нас там держат сердцевину, вот так подрезаем. И вытряхиваем. Получилось чистенькое колечко. Значит, вот это мы руками отдираем. И вот эти вот вещи можно, знаете, добавить частично в начале, в шурпу, частично в конце. Теперь делаем вот что. Мы разрезаем и получаем субстанцию, с которой удобно работать. То есть вы можете кубиком, соломкой, треугольником как угодно нарезать. В моем случае я режу вот такими вот крупными кусками. Можно чуть помельче. Тут не так принципиально все это. Кто-то говорит, надо вот так обязательно резать. По сути, что у нас из себя представляет шурпа? Это крепкий наваристый бараний бульон и овощи. Так как картошка у нас там идет почти целиком, но, во всяком случае, крупными кусками, то, безусловно, она такого яркого картофельного вкуса, например, как в русских супах, когда она там мелко порубленная и отдает много крахмала, не дает. Ну, то есть она не дает столько крахмала. То целая, она не дает такого вкуса картофельного. Перец же обязательно варится там. И много томатов варится там. Поэтому вот перец, он более активный по вкусу и дает очень яркую вкусовую гамму. Для меня лично шурпа – это вкус баранины и перца, и все. Что можно с этим сделать? Я считаю, что когда ты варишь много овощей в бульоне, бульон перестает быть мясным и становится овощным. Поэтому я предлагаю перец запечь. Во-первых, он не будет отдавать дополнительный вкус бульону, но вкус нам там нужен. Поэтому для этого и служит вот небольшое количество вот этих вот попок, которые мы и добавим в процессе. Он нужен там свежий, но не такой яркий, как вот его делают наши коллеги из ближнего зарубежья. Желтый нам тоже нужен, красивый он будет потом в тарелке. Перец я кладу кверху кожицы для того, чтобы мы ее снимем потом. Ну, то есть овощи запекаем. Морковочку туда же. У нас же там уже есть немножко морковки. Нам достаточно будет там вкуса в бульоне морковного. А потом мы все это добавим в тарелку. Значит, кто-то кладет огромные куски моркови тут на любителя. Я поменьше просто их сделал, вот так вот порубил. Во-первых, чтобы они немножко хотя бы там приготовились в духовке. Но что, это же нужно время для этого. А перец мы не можем долго держать в духовке. И, конечно же, томаты. Смотрите, они у меня покоцаны на вопрос, что с ними произошло и почему они такие. Я вам скажу, я привез из Геленджика целую коробку томатов. Вкусных, кубанских, классных, настоящих, задешево купленных. Но пару помидор у меня, знаете, появилось, подпортилось чуть-чуть. И поэтому я обрезаю. Нельзя же это все выкидывать. Это все нужно использовать. Все, что испортилось в мусор, остатки раз-раз-раз-раз. И, учитывая, что помидор сам по себе вкусный, я его тоже запеку и тоже добавлю потом в тарелку. Соль. Что у нас там? Розмарин. Розмарин для вкуса и аромата. Ну, сгорит-сгорит, ничего страшного. Чесночок. Обязательно, чтобы там все это было вкусно. Да, кстати, чесночка неплохо было бы добавить в бульон. Просто очищаем и добавляем. Пусть варится. Я чеснок люблю. Добавляю его везде. И вам рекомендую. Очень полезен от всяких простудных заболеваний. Смотрите. Когда овощи запекаются, вкус весь концентрируется. Аромат чеснока, ази, соли, чуть-чуть розмарина, маслица. Надо не забыть. Объем с маслицем. Вот оно. С брызнем маслицем. Это все запечется. Такой вкус будет шикарный. Такой вкус шикарный. И он не будет перебивать вкус. Плюс, конечно, кто жил в Средней Азии и говорят, что у аутентичного блюда должен быть аутентичный вкус. Да, но если вы немножко поразмыслите над тем, как это все разложить и чуть-чуть видоизменить, вы получите реально другой продукт. Более вкусный, интересный. Ну и почему бы нам не проэкспериментировать? Это же прям классно. Картофан я режу напополам. Пока что он ждет. До тех пор, пока у нас не сварится мясо. Ну а овощи я просто-напросто отправляю в духовку на температуру. Тут у меня стоит 230 градусов максималка. Нам не нужно их долго жарить. Я думаю, нам будет достаточно 15 минут. В общем, следите за этим за всем. Морковка будет твердая, но потом ее можно будет чуть-чуть доварить. Так, ставим. Газ убираем. Пенку обязательно снимаем. В одном из комментариев кто-то написал, а что это за пенка, которая портит вкус? Плюс, ну, мне кажется, это такое было акцентно протролить. Вот, вот эта пенка, она, во-первых, неэстетично выглядит. Во-вторых, мы ее обязаны убрать. Все обязаны. Это всегда так делалось. И всегда я рекомендую пенку убирайте. Если вы варите какой-нибудь суп-гуляш, ну, может быть, ее и не стоит убирать. Но она, этот белок, превращается вообще непонятно во что. Бульон варится примерно 45 минут, в зависимости от того, насколько жестко у вас мясо. Пробуйте иногда. И потом мы добавляем картошку и варим бульон вместе с картошкой. Еще минут 15 где-то примерно картошка варится. Мясо приготовилось, оно еще не отходит от кости, но уже мягкое. В этот момент нам важно добавить сюда картофель. Смотрите сами по объему, сколько вы бы туда могли. Ну, главное, чтобы у вас там ложка не стояла. И буквально несколько, ну, вот три кусочка красного и три кусочка желтого перчика, свежего, не запеченного. Я добавляю сюда же для того, чтобы мы приблизили вкус шурпы к той самой настоящей. Значит, пока у нас картошка отваривается. Смотрите, все запеклось. Кожицу я вот таким образом беру руками и убираю. Сразу перекладываю печеный перец в тарелочку. Видите, как просто его чистить. Гораздо проще, чем целый перец. Сюда же я подпеченный чеснок добавляю. Это все пойдет внутрь. Вы знаете, морковка такая аль денте, но вот она руками ломается. Она не жижа. Я в некоторых ресторанах встречаю, причем готовят конкретно узбеки, узбекскую шурпу. Ну, моя-то она такая, среднеазиатская смесь всего совсем. Потому что шурпу-то готовят не только в Узбекистане, в Таджикистане, в Казахстане. Есть, у меня родственники живут в Омске, и они, например, почему-то все повально называют. Вот бульон из баранины с овощами не шурпа, а сюрпа. Я не знаю, почему так спрашивал. Все говорят, ну, мы с детства знаем сюрпа. Не знаю, почему так называют. Вот, поэтому сюрпа-шурпа, суп из баранины с овощами, вот он готов. Вернее, он еще не готов, но я сделал сборную солянку, которая бы, скажем, сделала его, ну, вернее, сделал достаточное количество ходов, которые позволят нам получить более кристальный по вкусу бульон. И, соответственно, овощи там тоже будут запеченные, с концентрированным вкусом. И не будет такого яркого-яркого вкуса перца. Но я же еще раз повторюсь, если вдруг вы приверженец аутентичного рецепта шурпы, вам, конечно, лучше идти пойти к Сталику, потому что он это все с исторической точки зрения рассказывает. А я же делаю это блюдо мега вкусным, настоящим, не сильно отступая от основных канонов. И я вас уверяю, что попробуйте шурпу такую, какую готовлю я, и поймете, что она реально прям в 5 раз вкуснее. Ох, врага ты себе напоживаешь, друг мой. Ну, какого врага я наживаю? Все в рамках допустимых норм. Я говорю про аутентичный рецепт, а это говорю про мега вкусный. Снимаем перчи. Видели? Модные красные перчи. Сейчас многие шефы такие, типа, фиолетовые, черные перчики одевают. Но я раздобыл тут красные, и хочу вам сказать, что я один из немногих, кто использует такие. Берите пример. И вот когда запеченные овощи нюхаешь, они совсем иные. Вот они как будто с костра, не знаю. Если вам не жалко духовку, можно сделать так. Берете маленькую металлическую чашку, насыпаете туда щепу, ольховую, буковую, ну, в общем, какая у вас есть, яблоневая. Слегка ее сбрызгиваете водой, а потом сжете горелкой до тех пор, пока она не начнет тлеть. И вот когда у вас овощи запекаются в духовке, берете эту чашку и ставите в духовку с тлеющими углями. Она наполняется дымом, и происходит копчение. Конечно, нужно все окна открыть, но я не думаю, что там будет очень много дыма, а его будет там достаточно, чтобы такой запашок костерка овощи приобрели. И обязательно выключайте конвекцию. У меня вот здесь, в этой штуке никто не знает, вот эта плита меня спрашивает, брат, что такое конвекция? Не знаю. Здесь конвекции нет, нет вентилятора, ничего. Поэтому, если у вас плита суперсовременная, у меня такая допотопная, выключайте конвекцию, чтобы у вас дым не выгоняло оттуда. И все, и овощи, когда будут запекаться, они приобретут яркий аромат костра. Что я делаю с луком? Именно красный лук, я не вдавался в подробности, это нужно прям поехать в Узбекистан. Я в этом году, конечно, размышляю, думаю, если удастся, я бы, конечно, поехал туда, потому что хочу очень повидаться с ребятами-шефами в Узбекистане. Есть у меня много друзей. Привет, ребята из Узбекистана, шефы, передаю вам привет. Мне нравится, когда лук идет сырой, в смысле сырой, в том смысле, что я его нарезаю тонко-тонко-тонко-тонко и кладу небольшое количество в тарелку перед тем, как буду наливать шурпу. Потому что попки там я варил-варил, там достаточное количество лука, его не должно быть много, на мой вкус, на мой вкус. Кто хочет, может напихать туда лука так, чтобы ложка стояла. А сырой лук, вот этот вот, он ядреный. Так вот, когда вы его кидаете вниз тарелки, складываете мясо, заливаете кипятком, кипяток обдает этот лук, и он перестает быть таким ярким, в смысле, вонючим. Становится таким хрустящим и не вареным. Вот, например, кто не любит вареный лук, его можно вот таким образом подавать. Просто берете и завариваете его кипятком. Он у вас остается хрустящий, но в то же время не вареный, но и не такой яркий, как, в общем, знаете, когда в обед. Тебе предлагают шурпу, ты говоришь, есть не буду шурпу, почему? Это же вкусно. От лука потом пахнуть будет. Нет, так делать нельзя. Смотрите, один зубчик чеснока я добавлю тоже в конце, но в кастрюльку, уже когда картошка сварится, чтобы подчеркнуть вкус. И обязательно нужно сделать, знаете что? Нужно добавить туда, вот сейчас даже в процессе варки картофеля, нужно добавить зиру. Зиры добавляйте немного. У меня настоящая узбекская зира, вот буквально щепотку. Она мелкая-мелкая-мелкая, настоящая, ароматная, вкусная зира, та, которая должна быть. Я не люблю, и вот господин продюсер тоже не любит, когда большое количество зиры плавает в супе, поэтому немножечко, вот знаете, без нее невозможно. Но, если вы хотите, чтобы она у вас сильно не попадалась, то вот так разотрите ее хорошенько, чтобы ее немного было. И добавьте вот уже в самом конце, перед тем, как картошка уже почти доваривается, вот в этот момент можно добавить зиру. Как раз она, вот она обогащает. Переборщите зиры, у вас будет суп, не знаю, марокканский, но только не узбекский, ну то есть не среднеазиатский. Зиры должно быть немного. И знаете, что я еще делаю? Я еще делаю, я добавляю сюда хорошо бы сушеного базилика, но у меня есть кавказские травы, приправка. Это не совсем то, что нужно для шурпы, но я вас уверяю, что это будет неплохо. Так, здесь и чабер, и зеленый базилик, и еще что-то. Здесь состав, знаете, какой. Короче, кинза, петрушка, сельдерей, базилик, чабер, садовый. Ну, примерно то, что используют и в Средней Азии в том числе. Не все, конечно, травки. Здесь тоже буквально щепотку, знаете, чтобы вот он какой-то такой приобрел особый привкус. Некоторые в ресторанах, некоторые шефы, которые приезжают из Узбекистана, Таджикистана, все же ведь тоже по-разному немножко готовят. Одни говорят, зелени не надо, только добавляй свежую зелень уже в конце. Кто-то говорит, нужно добавлять зелень туда, варить вместе с зеленью. О, вот то, что нужно. Только не перебарщивайте со специй. Все, вот это класс. Картошка уже готова. Я немножко чеснока рубану для того, чтобы, ну, вот аромат. Я люблю чеснок и вообще и в Средней Азии его активно используют. Видели, в плов сколько добавляют, прям цельными головками, по 5-6 штук. Добавляю сюда чеснок. И у меня есть отварной нут. Нут я отварил заранее. Я вообще держу дома отварной нут, он очень долго хранится. Храню я его вместе с лавровым листом и варю я вместе с лавровым листом, потому что оригинальный запах нута, он такой какой-то. Ну, крупа и крупа сваренная. Ну, как горох и горох сваренный. А лавровый лист его освежает очень. Вот, поэтому я в самом конце, вот когда уже добавил чеснок, я добавляю нут. Вот мне нравится шурпа с нутом. Кто-то добавляет, кто-то не добавляет, мне все равно. Потому что я считаю, что с нутом шурпа реально прикольнее. Все, здесь у меня было буквально вот сколько, 3-4 ложки. То есть нута не должно быть много, не должно быть много. Мы его просто, так как он готов, мы его просто нагреваем. Вы же понимаете, что без кинзы не бывает ни среднеазиатская кухня, ни кавказская. И вы знаете, что интересно? Мне нравится добавлять в шурпу в конце, если я говорю про зелень, да, я сейчас говорю про нее. Мне нравится добавлять туда зеленый базилик. Один из шефов моих друзей узбеков поделился мне секретом. Он говорит, ты знаешь, это не секрет. Очень многие в Узбекистане от чик-чу-чук салат, вы знаете, который делают для плова. Его, в него добавляют только зеленый базилик и чили-перец. Все. Лук, зеленый базилик, чили-перец. И мне, я когда попробовал из его рук от чик-чу-чука, он сказал, что вот так подают в Узбекистане. Я не был там, не буду утверждать это на 100%. Вот мой друг мне сказал. Шеф. И сам узбек, да. Он говорит, вот так нужно делать от чик-чу-чук. И оказалось, что томат с зеленым базиликом и луком, вот таким вот, или белым там, или красным, он гораздо вкуснее. И поэтому я, когда делаю блюда из баранины, особенно суп, я всегда беру и добавляю сюда зеленый базилик, помимо кинзы. Очень круто, я вам рекомендую. Ну, опять же, в сезон. Если есть возможность, да. Если нет возможности, значит, добавляйте только кинзу. Если не любите кинзу, значит, добавляйте, значит, не добавляйте ее. Значит, добавляйте только укроп. Но с кинзой и зеленым базиликом вкуснее. Выключаем. В тарелку я добавляю прям печеный перец, куски томатов, красный перец. Вот так, видели? Блин, как же это вкусно. Даже можно сюда, вот тут сок выделился, вот можно сюда тоже добавить. Это такая ресторанная подача, крутая. Ммм, палец облизал, чуть не удивился. Чуть не удивился от радости тому, что у меня получается. Я беру вот эти вот бесформенные куски, которые похожи должны быть и на корейку. Но, возможно, что она и есть корейка. Вы же помните, я вам рассказывал, это подлопаточная часть. Здесь шея, здесь... Где еще одна корейка-то была? Не, тарелка маленькая. Добавим сюда кусок шеи. Вот так. Потом обязательно картошку. Давайте вот так добавим картошку. Вот, чтобы она была, как бы поддерживала мясо. А дальше я наливаю бульон. Бульон наваристый, жирненький от баранинки. Ммм, великолепие, великолепие, фантастика. Белиссимо, это что же такое вкусное у меня в тарелке. Ё-моё, я же не достал нут. Со дна мы достаем нут, сыпем его сверху. Вот так, чтобы его видно было. Поробят чекензы. Знаете, да, что в ресторане, во многих ресторанах, и особенно за пределами города Москвы, всегда кладут на украшение петрушку. Знаете почему? Потому что петрушка, вот эти лопухи, они не знаю, где выращивают. Она не успевает вянуть от горячего блюда. Вообще, конечно, горячее блюдо такой зеленью украшать нельзя. Многие европейцы украшают тимьяным розмарином. Это выглядит еще ужаснее, потому что тимьяный розмарин сухой, вернее, вот, срезав его, его невозможно жрать. А в тарелке должно быть все съедобно. Поэтому я себе позволю засунуть кинзы. Я надеюсь, что она не умрет за ближайшие 5 минут, потому что я с вами прощаюсь. Попробуйте. Шурпа получается интересная, вкусная, как бы с новым таким веянием современной, молодой российской кухни. А, ну, блюдо среднеазиатское. Ну, в общем, приятного аппетита. Подписывайтесь, пишите комменты. Может, кто-то поделится какими-то секретиками. И другие люди, читая эти комменты, увидят, скажут, ой, какое открытие для меня. Будьте здоровы, следите за своим питанием. И помните, мы то, что мы едим.